ВОЛЬСВАГЕН ДАС АВТОМ Давайте начнем наш разговор с вопроса о том, сколько стационарных систем фото-видео фиксации функционирует сегодня в Беларуси. На сегодняшний день установлено 30 стационарных камер фото-видео фиксации и плюс 6 передвижных. Передвижные это в Минске на Кольцевой или не только? Не обязательно. Это может быть и в Минске на Кольцевой и на других автодорогах Республики Беларусь. В зависимости от складывающей обстановки, где наиболее часто совершают данный вид правонарушений. То есть сегодня мы говорим в первую очередь о превышении скоростных режимов? Совершенно верно. А можно ли говорить об изменении поведения автолюбителей на тех участках дорог, где установлены камеры фото-видео фиксации? Да, безусловно, установка этих видеокамер позволила снизить данный вид правонарушений примерно в 3 раза. То есть сейчас о каких показателях нарушений можно говорить сейчас по сравнению? Сколько было правонарушений в численном выражении? Было до и сейчас стало. Ну я вам скажу, что порядка с момента работы видеофиксации около 6-7 тысяч правонарушений было зафиксировано. А до этого, значит, их было в 3 раза больше фактически существовало. Скажите, водители чувствуют психологическое давление и стараются ли соблюдать скоростные параметры, зная, что там стоит аппаратура для фотофиксации? И возможно ли в будущем, не устанавливая подобные аппараты, просто устанавливать предупреждающие знаки, чтобы каким-то образом предупреждать о совершении правонарушений? Тяжело говорить за других участников движения, какая у них психологическая реакция. Но я думаю, что это действительно дисциплинирует. Если водитель видит этот знак, конечно, он уже будет снизать. Он не захочет же платить лишнюю копейку со своего кармана. А каков скоростной рекорд, зафиксированный камерами фото-видео фиксации в Беларуси? Ну, мы такую статистику не ведем, антирекордов. Мы руководствуемся при наложении штрафа, какую скорость превысил. Если это скорость, например, по части 3 статьи 18.13, это от 30 километров и выше. Поэтому мы не фиксируем, превысил он 35, либо 100, мы его привлекаем именно по этой части. Поэтому мы такую статистику не ведем. Давайте напомним для наших зрителей, какая санкция предусмотрена этой статьей. Значит, статья 18.13 Кодекса об осветительных порушениях состоит из четырех частей. Первая часть – это превышение скоростного режима от 10 до 20 километров в час. Значит, по видеофиксации дается минимальный штраф. Это 0,5 базовых величин, то есть на сегодняшний день 50 тысяч. По второй части превышение скорости от 20 до 30, это одна базовая величина. И третья часть от 30 и выше нарушения скоростного режима влечет ответственность 3 базовые величины. Если данное прорушение совершено повторно, по второй части и третьей, то есть свыше 20 километров в час человек нарушил в течение года повторно, он привлекается к администрации ответственности в виде штрафа в размере 5 базовых величин. А лишение водительских прав предусмотрено? Если фото-фидеофиксации в автоматическом режиме, то не предусмотрено. Здесь только минимальный штраф дается. То есть фактически люди могут нарушать, то есть оплачивать 300 тысяч, да? 500 тысяч, по четвертой части. То есть по полмиллиона оплачивать и разгонять. Раз в год, раз в год, потому что потом будет лишение. Лишение идет только если мы в обычном порядке ведем процесс процессуальный. А сколько вот таких штрафных писем отправляется еженедельно? Вы сказали, что с начала действия системы 7-8 тысяч отправлено. Ну вот можно посчитать примерно сколько это. Потому что мы за неделю не берем статистику, берем сколько общий на данный момент. А много ли людей возмущаются и апеллируют, подают апелляции на решения, на вынесенные решения о правонарушении? Ну я бы сказал, что таких апелляций, как с несогласием, такого нет. Порядок заявления, как правило, это идет то, что предоставляет информацию, что не он управлял, а другой человек. Он предоставляет данные этому человеку, и мы ведем процесс уже согласно профессионально-исполнительному кодексу в обычном порядке. То есть, а если таких данных нет, то, соответственно, оплачиваешь штраф владелец этого автомобиля? Совершенно верно. Если он не предоставил данные, мы не обязаны доказывать именно данный вид про нарушение. Поэтому он привлекается к ответственности. Когда чаще нарушают скоростной режим? Днем или ночью? Вот я думаю, наверное, лишь есть. Наверное, все-таки днем, потому что больше поток транспортных средств движется в дневное время. А насколько исправно оплачивают штрафы автолюбители? Достаточно исправно. На сегодняшний день это примерно составляет 85%. Есть вопрос от нашего пользователя. Елена Шорец пишет. Я заплатила штраф, а квитанцию не отослала. Меня вызвал судебный исполнитель, хотя требований о предоставлении квитанции после оплаты в письме не содержится. Как быть, нужно ли отправлять квитанцию об оплате? Дело в том, что штрафы идут по электронным каналам и передаются с Беларусьбанка к нам в нашу базу. И мы это отслеживаем, поэтому не обязательно предоставлять квитанцию. Я так понимаю, что отслеживаете с опозданиями или, возможно, какие-то сбои? Может быть, происходят какие-то сбои, если некорректно ввели номер. При приеме этих денежных средств бывает такое. Мы часто сталкиваемся в банках, могут написать не ту фамилию, не то имя, отчество. Да, бывает, вместо единицы ставят букву И или наоборот. То есть, таким образом, лучше подстраховаться и отправить квитанцию, если есть возможность, лучше, да? Ну, можно сделать так, но это не обязательно порядка. — Скажите, пожалуйста, Сергей Петрович, как избежать ситуации, когда несколько камер фото-видеофиксации, установленных на одном отрезке дороги, фиксируют одно и то же нарушение одного и того же автолюбителя? Ему придет несколько писем счастья, как называют их автолюбители? — Нет, я с вами не соглашусь. У нас нет на одном участке, определенном отрезке дороги, две камеры вывода фиксации. На каждом отдельном участке стоит только одна камера. — А если нарушаешь на двух, на одном разогнался и на втором разогнался? — Это два различных порогрешения. Дело в том, что одна камера стоит на одном участке дороги, то есть перед каждым участком установлен дорожный знак, ограничивая скорость движения. Когда вы приезжаете на другой участок, то есть после перекрестка, установлен другой знак, также ограничивая скорость движения. То есть, получается, это два различных порогрешения. — То есть, это будут две штрафных санкции? — Совершенно верно. — Скажите, пожалуйста, какие есть планы по развитию системы фото-видеофиксации в будущем году? — План разрабатывается Центром видеофиксации, то есть планируется в будущем установить эти видеокамеры на всех республиканских дорогах. Но, наверное, в ближайшее время рассматривается вопрос о установке этих камер на автодороге Минск-Могилев. — То есть на автодороге, где ожидается, что скорость движения будет как на М1, да? — На каких-то определенных участках дороги, да, где это позволит осуществить безопасность при этом. — А скажите, а в городской черте, насколько будет, где, в каких городах планируется, планируется ли кроме Минска куда-то распространять, в регионы, да, дальше идти, именно в городской черте устанавливать? — В планах есть, да, установить, но пока это надо временно, это все. — А сколько можно, когда, в каком году уже будет установлен какой-то чувствительный максимум этих фотокамер, чтобы можно было говорить о полном охвате системы видеофиксации основных дорог в городах и в Беларуси в целом? — Я вам точно не скажу, когда это может произойти, но я думаю, постепенно, постепенно, как говорится, пословица «Москва тоже не сразу строилась», поэтому… — А что сдерживает, стоимость оборудования или развитие инфраструктуры сетей передачи данных? — Это вопросом заниматься центром видеофиксации, поэтому я вам не могу ответить на этот вопрос. — У меня еще есть вопрос. Сегодня камеры фото-видеофиксации фиксируют нарушения скоростных режимов, а скоро ли будут фиксировать и другие нарушения? Я имею в виду разговоры по мобильному, не пристегнутый ремень безопасности и что-то такое. — Я думаю, что в скором времени это произойдет, но вначале необходимо это все сделать законодательно, то есть принять соответствующий закон, как и по видеофиксации нарушений скоростных режимов. На сегодняшний день две камеры, которые установлены на автодороге Минск-Слуцк-Микошевичи, они уже фиксируют нарушения правил обгона. Единственное только отличие, что это идет не в автоматическом режиме, а сведения передаются инспекторам дорожного движения, которые непосредственно на этой автодороге несут службу. — А скажите, а могут ли в роли видеофиксаторов выступать частные лица? Например, я там сниму правонарушение на фотоаппарат или на мобильное видео какое-то и пришлю в госавтоинспекцию? — Нет, это в частном порядке, это будет расцениваться в обычном порядке, то есть вы сообщаете о понарушении, гражданин имеет право сообщить о понарушении, мы будем вести процесс в обычном порядке, потому что все остальное ведется законодательно. — Вы рассматриваете эти видеоматериалы, которые к вам могут поступить не с камер видеофиксации? — Конечно, мы рассматриваем. Через несколько минут напоминаю, что наш партнер Volkswagen в Беларуси и компания Volkswagen в партнерстве с лизинговой компанией Resobel Leasing разработали беспрецедентное предложение на рынке лизинговых услуг. Условия лизинговой сделки как никогда выгодны. Срок лизинга один год, лизинговая ставка 0%, авансовый платеж 40% от стоимости автомобиля и полное отсутствие комиссии. Подробности у официальных дилеров Volkswagen и у лизинговой компании Resobel Leasing на официальных сайтах мы продолжим через несколько минут.